На протяжении истории были люди, чья продолжительность жизни превышала самые радужные ожидания. Все эти люди прожили больше 115 лет, а значит их можно назвать настоящими супердолгожителями. Некоторые из них всю жизнь пили, курили, а некоторые вели очень здоровый образ жизни, и все вошли в историю, имея свой собственный секрет долголетия. Есть несколько людей, например, как японец Сиготье Идзуми, который по некоторым оценкам достиг 120 лет, а также Ширали Муслимов, азербайджанский Чабан, достигший приблизительно 168 лет. Эти оба случая не подтверждены. Но сегодня я вам расскажу о 10 супердолгожителях, продолжительность жизни которых была подтверждена. И начинает наш список Кристиан Мортенсен. Датско-американский долгожитель Кристиан Мортенсен, провживший 115 лет 252 дня, считается старейшим мужчиной из всех зарегистрированных. Он родился 16 августа 1882 года и умер 25 апреля 1998. Мортенсен необычен не только тем, что был мужчиной. Только 9,8% из всех подтвержденных супердолгожителей являются мужчинами, но потому что в течение 95 лет своей жизни он выкуривал несколько сигар в неделю. Также большую часть жизни он был холостым, что обычно негативно сказывается на продолжительности жизни. Но Мортенсен и тут стал исключением из правил, прожив в браке всего 10 лет. Так в чем же секрет долголетия? Мортенсен утверждал, что друзья, хорошие сигары, потребление большого количества хорошей воды, отказ от алкоголя, оптимистичный взгляд на жизнь и пение обеспечат вам долгую жизнь. Мэгги Паулин Барнс Мэгги Паулин Барнс родилась в рабстве 6 марта 1882 года. Она умерла 19 января 1998 возрасте 115 лет 319 дней. Хотя о ней мало что известно, один ее возраст говорит об ее удивительной жизни. Мэгги не только выдержала невзгоды, связанные с рабством в США, но и пережила 11 из 15 своих детей. Женщина умерла от осложнений, вызванных небольшой инфекцией ноги. Ее история тем более удивительна, что в начале 20 века продолжительность жизни составляла 47 лет для представителей белой европеоидной расы и 40-42 года для афроамериканцев. И хотя этот разрыв все больше сокращается, Барнс сделала невозможное, прожив на 75 лет больше средней продолжительности жизни. Бесси Купер Бесси Купер родилась 26 августа 1896 года. Совсем недавно она отметила свое 116-летие, став старейшим из живущих людей в нашем мире. Когда ее спросили, в чем секрет ее долгой жизни, она ответила «Я не сую нос в чужие дела» и добавила «Я не ем вредную пищу». Жизнь Бесси затрагивает три века. Она пережила две мировые войны и множество других исторических событий. Купер работала учительницей в школе, а после смерти ее мужа в возрасте 68 лет она жила на семейной ферме. В 105 лет она переехала в дом престарелых. Элизабет Болден Элизабет Болден жила с 15 августа 1890 года по 11 декабря 2006 года. На момент смерти ей было 116 лет 118 дней. Родилась она в семье освобожденных рабов в штате Теннесси в США. Ее жизнь нельзя было назвать легкой. Ее гены долголетия, очевидно, не передались детям. И только двое из семерых детей Элизабет были живы на момент ее смерти. И все же кому-то из ее потомков, возможно, удастся поставить новый рекорд долгожительства. Когда она умерла, то оставила после себя больше 500 прямых потомков, включая 75 прапраправнуков Тейн и Каэ. При невероятной продолжительности жизни в 116 лет 175 дней Тейн и Каэ является старейшей, подтвержденной представительницей в Японии, а также в Азии. Женщина родилась 18 января 1879 года в семье земледельцев в городе Консей в Японии. Она вышла замуж 20 лет. У нее было четверо детей, которых она пережила к моменту смерти 12 июля 1995 года. Тейн нравилась заниматься вышивкой и керамикой. Питалась она в основном рисовой кашей, что в сочетании с традиционным японским питанием, возможно, помогло ей избежать рака, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Мария Каповилья. Эквадорская долгожительница Мария Каповилья родилась 14 сентября 1889 года, в том же году, когда публике была представлена Эйфелева башня. Дожив до 116 лет 347 дней, она стала старейшей южной американкой в истории, а также самым долгоживущим человеком в Южном полушарии. Каповилья умерла 27 августа 2006 года, не дожив до своего 117-летия чуть меньше месяца. Она родилась в семье полковника и жила среди элиты Эквадора, а в 1917 году вышла замуж за офицера-итальянца. Вот почему у нее итальянская фамилия. Когда ей было 99 лет, она вдруг заболела, и ее уже практически отпели в католической церкви, но она выжила и после этого ходила без палочки, читала газеты, смотрела телевизор и отличалась неплохим здоровьем. Трое из ее пяти детей были живы на момент ее смерти. Им было 78, 80 и 81 год. Марии Луизе Мейлер Марии Луизе Мейлер было 117 лет 230 дней, когда она умерла 16 апреля 1998 года. Интересно, что на момент смерти один из ее сыновей жил в том же доме престарелых, в котором жила она, а ее дочери было 90 лет. Франко-канадская долгожительница родилась в Квебеке в Канаде 29 августа 1880 года. Ее первый муж умер от невмонии, когда ей было 30 лет. После этого Мейлер переехала на границу между Квебеком и Онтарио, где встретила своего второго мужа Гектора Мейлера. Женщина считала, что ее долголетие объяснялось усердной работой, и это неудивительно, учитывая, что у нее было 10 детей и 2 брака. Также долгожительница любила иногда выпить стакан вина и бросила курить, когда ей было 90 лет. За 27 лет до своей смерти. Люси Ханна. Люси Ханна никогда не удостаивала звания старейшего человека в истории, только потому, что жила в то же самое время, что и Жанна Кальман, получившая этот статус. Несмотря на это, Ханна прожила до глубоких 117 лет 248 дней. Родилась она в штате Алабама в США 16 июля 1875 года. В 1901 году она вышла замуж за Джона Ханна, и у нее было 8 детей, шестерых из которых она пережила. Двое сестер Ханны дожили до 100 лет, а ее мать прожила 99. Сара Кнаус. Сара Кнаус – второй старейший человек в истории. Она умерла в возрасте 119 лет 97 дней. Ее дочери описывали свою мать как невероятно спокойную женщину, которую ничто не может потревожить. Возможно, в этом состоял секрет ее долгой жизни, так как чрезмерный стресс негативно влияет на здоровье человека. Кнаус пережила 7 американских войн, Великую депрессию и смерть своего мужа после 64 лет брака. На момент смерти она была уже старше Бруклинского моста и Статуи Свободы в США. Жанна Кальман. Жанна Кальман является старейшей из когда-либо живших на земле людей. И пока никто не смог побить ее рекорд – 122 года, 164 дня. Она родилась в городе Арли во Франции 21 февраля 1875 года и умерла 4 августа 1997. За свою жизнь она стала свидетельницей изобретения автомобиля, кинематографа, нержавеющей стали, телевидения и самолетов. Удивительно, но она даже встретилась с Винсентом Ван Гогом, когда ей было 13 лет, которого она описала как грязного, неопрятно одетого и хмурого художника. Кальман, как и Сара Кнаус, обладала иммунитетом от стресса. Также она могла похвастаться остроумием и на каждом дне рождения заявляла о новом секрете долголетия. Долгожительница каталась на велосипеде и пила портвин до 100 лет, а также курила практически до смерти. Она утверждала, что смех, физическая активность и сильный желудок помогли ей дожить до таких преклонных лет. А ее лучшим советом было высказывание. Если вы ничего не можете с этим поделать, не стоит беспокоиться. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, а также подписывайтесь на канал. С вами был Алексей Козяков, всем пока! Франко-канадская долгожительница родилась в Квейбэке.